Спонсор темы дня – правовая поддержка Татьяны Зубатовой. Все виды юридических услуг. Здесь на рынке работают как минимум около 5000 предпринимателей, плюс члены их семей и так далее. Вы представляете, какое количество людей потеряют достаточно серьезные доходы? Общее количество пострадавших от пешеходной зоны председатель совета предпринимателей Павел Черных боится даже подсчитывать. Пугают и действия властей накануне. Мужчина рассказывает, отсюда уже исчезли две торговые палатки. В одной продавались автозапчасти, в другой – аксессуары для ловли рыбы. Предприниматели и так, в общем-то, задыхаются, образно говоря, в той части своей работы, где идет речь о доставке товара. Мы почитали, по нашим даже самым скромным подсчетам, одна только рыбная группа товаров в день совершает около 500 вырузок, загрузок ежедневно. Вы представляете, что это в масштабах всего рынка? Спиннинги, крючки, поплавки. За покупками в этот павильон съезжаются рыбаки со всей области, хвастается продавец Александр. Мужчина трудится на этом месте уже 25 лет и вспоминает, борьба за центр началась еще тогда. Только вот почему, за счастье одних, спокойно прогуливаться по этой территории должен расплачиваться он и его коллеги? Всегда хочется нас отправить куда-нибудь подальше, а центральную часть города присвоить себе. Вот здесь каждую палатку обслуживают примерно 5 человек. Это где-то 15 человек кормятся с каждой палатки. Вот надо умножить на 100 и, в принципе, сопоставить с количеством тех туристов, которые здесь будут иногда прогуливаться и подумать, надо оно вообще нам, продавцам, или не надо. Продавец, он же владелец еще одного павильона, правда уже с техникой. Дмитрий Гречук на этот вопрос для себя ответил давно. Ведь если палатки снесут, он не просто лишится работы. Ну, это для нас значит просто закрыть свое дело, то есть остаться без зарплаты и оставить без зарплаты людей, которые работают. Донести свои переживания до властей предприниматели пытались в городском совете. Накануне там прошло специальное заседание, как раз по вопросу пешеходных зон. В итоге, как рассказывают, слушать их мало кто захотел. Но дело все же сдвинулось с мертвой точки. Теперь улицу Баранова планируют сделать полупешеходной. 80% площади улицы Баранова сейчас используют машины, поэтому ежедневно протискиваться между ними приходится 22 тысячам прохожим. При этом ширина всей улицы от здания до здания сейчас составляет 25 метров, чего, по мнению властей, вполне достаточно, чтобы уместить здесь и пешеходную зону, и трехполосную дорогу, которая, кстати, будет составлять 9 метров. Более того, подобные изменения никак не затронут самих предпринимателей, заверили в администрации. И даже наоборот. Рынок украсится, рынок станет современнее, более удобным для клиентов. Но все это, я еще подчеркиваю, все это будет происходить непосредственно не частями, а в рамках единой концепции развития района. Главой поставлена задача для управляющей компании – сохранение всех торговых мест, тех предпринимателей, которые осуществляют там торговлю. Поэтому, на наш взгляд, если есть какое-то недопонимание, то оно абсолютно разрешимо непосредственно управляющей компанией. Никаких силовых действий муниципалитет, в общем-то, не планируют. Зато планируют подумать над другими вариантами решения пешеходных зон. Ведь на сегодняшний день это главный элемент привлечения туристов по всему миру. По мнению главного архитектора города Вячеслава Гена, в нашем городе таких мест десяток. К примеру, на улице Фрунзе, от Королевских ворот до перекрестка с 9 апреля. Или Пролетарской. Свои варианты предложили и сами калининградцы. Я бы сделала где-то Бараново, вот здесь в центре, чтобы можно было побольше погулять. Я думаю, что нужно, чтобы она шла от Ленинского проспекта ближе к центру, к зданию мэрии, чтобы людям было удобно передвигаться, детям, может быть, на велосипеде ездить. Ну, калининграду однозначно она нужна. А устроил бы я ее как раз в районе площади, вот в районе собора, где-то там. И где бы в итоге не организовали пешеходную зону, лишь бы от этого никто не пострадал, добавляют горожане. Ведь если власти все-таки решат вернуться к первоначальной идее с улицы Бараново, говорят работники рынка, пусть готовятся встретить серьезный отпор. Предприниматели настроены очень серьезно. Вплоть до пикетирования здания администрации города, вплоть до письма президенту и много других подобных вещей. Ситуация очень серьезная. Это может стать как раз последней каплей, которая, в общем-то, переполнит чашу терпения. Светлана Федорова, Михаил Эльбаум, служба новостей «Город». Спонсор темы дня – правовая поддержка Татьяны Зубатовой. Все виды юридических услуг. Светлана Федорова, Михаил Эльбаум, служба новостей.